Это официальный разговор. У нас сегодня в студии Ольга Белай, заместитель директора распорядителя фонда гарантирования вкладов физических лиц. И мы говорим о государственной гарантии вкладов украинцев. Фонд гарантирования вкладов физических лиц после реструктуризации задолженности фонда перед Министерством финансов в этом году планирует увеличение гарантированной суммы вдвое до 400 тысяч гривен. Через два года до 600. Насколько реально вывести уровень гарантированной суммы к 100 тысячам евро, расскажет Ольга Белай. Ольга, выдержит ли банковская система сегодня испытания коронакризиса? Ну, это то, что как бы в воздухе висит. Думаю, да. Мы переживаем за банковскую систему и за стабильность, и не меньше, чем каждый вкладчик банка, и это уже переживание длится больше года. Мы понимаем обеспокоенность, но мы не видим существенных кризисных явлений в банковской системе. Большинство банков имеют достаточный запас ликвидности. За год всего два банка стали неплатежеспособными, и это было не связано совсем с коронакризисом. А когда вот вкладчики, в какой момент вы увидели, что идет отток депозита? Вот когда там ограничения первые вводились или когда? Во время этого кризиса оттока депозитов мы не наблюдали. За год 2020, или если даже считать с начала кризиса, с марта месяца, то прирост вкладов составил больше 20%, и это в деньгах больше, чем 100 миллиардов гривен. Это на самом деле говорит о том, что сокращается затратная часть. Люди меньше тратят, ожидая в ситуации неизвестности, и увеличивают свои вклады. Очень сильно выросли вклады физических лиц предпринимателей, несмотря на то, что мы тоже их гарантируем, несмотря на то, что их доля в общем объеме вкладов небольшая, около 10%, но они показали больший рост в среднем, до 60%. Копят деньги. Уже в этом году фонд гарантирования собирается завершить ликвидацию всех банков, то есть распродать все имущество неплатежеспособных банков. Что потом? Мы завершаем процесс перерабатывания кризиса, да, и мы продали уже огромное количество активов и создали для этого специальную платформу прозоропродажи. Очень гордимся тем, что нам удалось реализовать принцип «все видят все», увеличить конкуренцию, увеличить доступ всех потенциальных покупателей. И более того, эта платформа получила международную награду Transparency International за наилучший государственный антикоррупционный стартап. Мы считаем, что это отличное достижение. На сегодняшний день этой же платформой пользуется и фонд государственного имущества Украины при приватизации, большой и малой приватизации, а также государственные банки, а также Укрпочта сдает в аренду, например, помещения, которые принадлежат тоже на платформе прозоропродажи. В общем-то, мы сейчас завершаем продажи, у нас осталось не более 10% активов, но это не значит, что мы останавливаемся на достигнутом, мы будем трансформироваться, и мы внедрили систему раннего реагирования как раз для того, чтобы в будущем никогда не повторилась ситуация такого масштабного кризиса. То есть вы как банковский надзор будете работать в том числе? Мы работаем параллельно, мы дружим с Национальным банком, у них основная функция, у нас немножечко она направлена в другую сферу, мы больше смотрим на достаточный объем активов для того, чтобы компенсировать затраты по выплате вкладов, которые гарантируются государством. И, кроме того, мы стремимся к тому, чтобы восстановить уровень той суммы гарантирования, который был еще 10 лет назад. Мы не повышали максимальную сумму гарантирования с 2012 года. 200 тысяч сейчас гарантируются государством, и мы стремимся к тому, чтобы повысить ее до 400 и дальше до 600. А когда может быть уже повышена эта сумма гарантирования? Это зависит в большой степени от реструктуризации долгов самого фонда, но я думаю, что это период одного года для 400 тысяч и 600 тысяч мы сможем... А сколько сегодня фонд должен Министерству финансов? Фонд заимствовал деньги для выплаты больше 2 миллионов вкладчиков, и выплаты составили 90 миллиардов гривен. Это был очень масштабный кризис, конечно, средств накопленных было недостаточно. Мы погасили уже больше 40 миллиардов Министерству финансов и Национальному банку, который тоже был кредитором. И остаток долга тоже составляет около 45 миллиардов гривен, это без процентов. Поэтому во многом повышение суммы гарантирования зависит именно от успешности реструктуризации обязательств фонда. Кроме того, мы вместе с Национальным банком ведем работу по расширению системы гарантирования. В этом плане мы двигаемся, в этом направлении мы двигаемся в соответствии с европейскими директивами, с европейскими практиками. То есть, о чем это говорит в Европе? Физическое лицо, вкладчик, независимо от того, в какое учреждение он вложил деньги свои в банк, или в кредитный союз, или в финансовую организацию, которая имеет право привлекать депозиты, физическое лицо рассчитывает, может рассчитывать и защищено государством. В случае банкротства такого учреждения он получает... То есть вы под свое крыло брать еще не банковские, финансовые учреждения? Да, именно те, которые имеют право привлекать депозиты, в которых есть лицензия на это. Это кредитные союзы в Украине. Фонд гарантирования вкладов существует, помимо кредитов государства, существует за счет, в основном, вкладов банков. Сколько каждый банк и как часто отчисляет фонду гарантирования? Банки оплачивают регулярный сбор. Этот регулярный сбор, его минимальные суммы установлены законом. Зависит они от суммы депозитов, которые есть у банка. То есть это процент? Да, это процент, который рассчитывается в зависимости от того, в гривне или в валюте этот вклад. Банк привлек вклад и зависит от рисковости деятельности банка. То есть чем более рисковую деятельность банк ведет, например, он выдает только кредиты без обеспечения. Это высокая рисковость. А какой банк сегодня ведет самую рисковую политику? У кого такая самая рисковая бизнес-модель? Я бы сказала так, что сейчас банки вообще достаточно осторожны. Кризис научил их относиться очень консервативно к выдаче кредитов. И банки сейчас обратная проблема. Сейчас банки не рискуют выдавать кредиты в больших объемах. Они во многом вкладывают деньги в облигации государственные, например, внутреннего займа. И они хотят получить очень качественного заемщика. Но этим пользуются микрофинансовые учреждения. Да, но это даже в определенной степени является проблемой, потому что это сужает количество клиентов банковских. То есть банки не расположены принимать на себя большой риск. Не назовете самый рисковый банк в Украине сегодня? Я бы сказала, что риск там, где много неработающих кредитов.